Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. В целом за сутки у нас зарегистрировано 44 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом большинство случаев у нас приходится 35 случаев на столицу нашей республики, город Якутск. 5 зарегистрировано в Ингаласском улусе, 2 в Ленском улусе и по одному в Верхоянском и Намском районах. Необходимо обратить внимание, что в районах нашей республики стали появляться случаи, именно конкретно связанные уже не с привозными ситуациями, а с новой коронавирусной инфекции, которая базируется на ОРВИ. Что касается города Якутска, я обращаюсь ко всем жителям, в том числе города Якутска. Уважаемые жители города Якутска, пожалуйста, переживайте за свое старшее поколение. Они выдержали достаточно большой период собственной самоизоляции, соблюдали все правила. Но количество лиц старшего поколения, старшего возраста в наших больницах достаточно большое. Да, действительно, мы как дети, возможно, не соблюдаем какие-то правила, но мы приносим вирус именно в дома к нашим родителям, к нашим старшим братьям и сестрам. Поэтому на это я хочу обратить особое внимание сегодня, потому что врачи именно эту просьбу сегодня передают для жителей города Якутска и в целом для жителей республики, потому что именно старшее поколение переносит и значительно тяжелее, и им сегодня также хочется быстрее выйти на воздух и, соответственно, дальше обнять своих внуков. Необходимо обратить внимание, что в целом на территории республики зарегистрировано с начала момента вируса 5283 случая, из них 4123 случая зарегистрировано в городе Якутске. С 10 июля 2020 года на базе санатория-профилактория «Обалах» мы начали непосредственно проведение реабилитационных курсов тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Первые пациенты у нас уже, в общем-то, дают свой хороший результат. Болезнь не является болезнью, от которой вылечился один раз в инфекционном стационаре, и все, безусловно, есть свои последствия, потому что она связана с дыхательными путями. Поэтому сегодня особое внимание мы будем уделять именно как конкретно, в том числе и реабилитационным процедурам, которые мы начали уже у нас в республике реализовывать. И, уважаемые жители республики Саха-Якутия, наши больницы начали постепенно переходить на плановый непосредственно прием. Для этого мы готовы в полном объеме. Как есть электронные очереди, так работают и облачные поликлиники. Безусловно, нам бы очень не хотелось для того, чтобы вы приходили... Конечно, вы приходите, торопитесь в наши поликлиники, но достаточно часто создаете очереди. Мы в любом случае будем обслуживать всех, но хотелось бы, чтобы соблюдался режим и очередей было как можно меньше.